Добрый день! И мы на этой неделе находимся в недельной главе Вайра. В прошлой главе уже началось египетское рабство, и вот в этой Всевышний повторяет требования к Маширобейну идти к фараону и требовать отпустить народ, и дает вот такое обещание. Поэтому скажи сынам Израиля, я Бог, и выведу вас из-под египетского рабства, и избавлю вас от порабощения, и спасу вас мощей простертой руки великими карами, и сделаю вас своим народом, и буду вашим Богом. И вы узнаете, что я Бог всесильный ваш, вывезший вас из египетского рабства. Я приведу вас в страну, которую поклялся Аврааму, Ицхаку и Якову, и дам ее вам во владение. Я Бог. И это известный отрывок, на котором построен весь пасхальный седр. И это говорится о четырех этапах освобождения, которые стали причиной четырех бокалов вина, которые мы упиваем за пасхальным столом на пасхальном седре. Это общеизвестно. Лишь пару слов о этих четырех этапах, чтобы быстрее перейти к пятому, а затем к тому, что обычно упускается в этом нашем отрывке, и о том, на чем я хотел бы акцентировать наше внимание сегодня. Так вот, видно, что первые три этапа символизируют физическое освобождение. Это выведу, спасу и избавлю. А четвертый, возьму вас себе народом и буду вам всесильным, это символизирует духовную свободу. Ведь, как мы говорили недавно, истинная свобода – это полное подчинение себя воле Создателя и полное упование на его ответную поддержку. «Но после слов, и возьму вам себе народом, и буду вам всесильным», в нашем отрывке есть продолжение. «И приведу вас в землю, в которую поклялся Аврааму, Ицхаку, Иакову, и отдам вам ее в наследие». Этим заканчивается наш отрывок, и отсюда видно, что это является целью выхода из Египта. И тогда мы можем поставить известный вопрос, почему же мудрецы не ввели еще один бокал в честь этого пятого по счету обещания. Ведь мы зашли в землю, завоевали ее, разделили между коленами, и, казалось бы, цель выхода из Египта была достигнута. Но еще чуть меньше ста лет назад практически никто из евреев не проживал в земле Израиля. И это видно, что, значит, цель не была достигнута в полноте. Обещание Всевышнего отдать нам во владение землю Израиля, оказывается, не носит безусловного и бесповоротного характера. Наше пребывание здесь, в Эреце Сраэль, зависит от нашего поведения. Пункт пятый, отдать нам во владение и в наследный удел, зависит от выполнения пункта четвертого. «Буду вам всесильным». Когда мы изменяли Богу и нарушали Съедарьский договор, нас изгоняли из нашей земли, и один раз изгнали так, что мы до сих пор находимся в изгнании. Поэтому, считают мудрецы, пятый бокал на Седаре пока лишний. И все же мы бокал наливаем, хотя и не пьем. Он предназначен для пророка Ильягу. Он напоминает о том дне, надеюсь, уже совсем близко, когда Ильягу Анови, пророк Ильягу, возвестит о приходе Машеха, который вернет нас навсегда в Эреце Сраэлью и отстроит храм. Это случится, это скорости в наши дни, то есть у нас прямо на глазах. И это случится обязательно. Бог обязательно выдержит свою клятву нашим пророцам, и Он обязательно навсегда соберет нас с земли Израиля. Более того, Он уже почти сотню лет этим занимается, и только слепой не видит, что Бог все ускоряет и отягощает процессы, которыми выдавливает евреев из стран их оседлости. И, к сожалению, остаются еще многие, кто не понимает, что Бог будет посылать все новые и новые жизненные обстоятельства, которые будут подталкивать к переезду, и они будут все жестче и жестче. И не нужно дожидаться проблем. В общем, как говорится, не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо. И это один из важнейших уроков, который мы мучаем из нашего отрывка в нашей недельной главе, и, конечно, место для промежуточного дыхаема. Но есть место в нашем отрывке, которое стоит после пункта 4, после 4 бокала, и возьму вас себе народом и буду вам всесильным. И между 4 и 5, между 5 мы приведу вас в землю, которую поклялся в раму из Хакуякова, он обычно ускользает из внимания, потому что стоит между этими двумя значительными задачами выхода из Египта. А сказано, «И буду, и сделаю вас своим народом, и буду вашим Богом, и вы узнаете, что я Бог всесильный ваш». Отсюда мы видим, что одной из главнейших задач выхода из Египта было приобретение знания о том, что Бог всесильный наш, и это знание является основополагающим в иудаизме. Пишет Каббала, книга Зорна, как раз на нашу голову в Айра, что «И узнаете, что я Бог всесильный ваш» – это заповедь, и это самое основополагающее из всех заповедей, поскольку основа для всех заповедей – знать Бога. И первый уровень в этом – это знать Бога в общем. Это значит знать, что есть высший правитель, который господин всего мира, и создал весь мир, небеса, землю и все, что на нем находится. И в продолжении Зор пишет, что есть также заповедь познать Бога в частности, и это значит по его действиям, по путям, которыми он открывается в этом мире. И для этого были и даны 10 ударов по Египту. Вы уже, безусловно, много раз слышали, что удары нужны Богу, были Богу не столько для того, чтобы о чем-то убедить фараона или египтян, а для того, чтобы выполнить эту задачу, передать евреям знание о себе. От знания общего до детального в основных его проявлениях. И из-за годы мы узнаем, что наши мудрецы делят 10 казней на 3 группы, и не буду сейчас перечислять, кто не знает, посмотрите в пасхальной агоде. Так вот, перед первой казнью из каждой группы Маше, Рабейну предупреждал фараона особым образом. Из них видно суть этих трех предстоящих ударов. Первый раз о крови, это в нашей главе сказано, «Так сказал Бог, из этого узнаешь, что я Бог». В предупреждении о нашествии диких зверей, также в нашей главе сказано, «Ибо я Бог среди земли». А о Граде, в следующей главе сказано, «Чтобы узнал ты, что нет подобного мне на всей земле». И разница между словами этих стихов соответствует все большему постижению Творца. То, что было в первую из них, высказывается как более общее утверждение, приобретает все большую глубину в последующих, во втором и третьих стихах. Группах казней. Как и что означает, можно дать отдельный урок, и это не то, что я решил поговорить сегодня. То есть мы видим, что Всевышний пообещал нам на выходе из Египта, что мы узнаем, что Он Бог всесильный наш. И Он выполнил Своё обещание, раскрыл нам всего Себя, то есть все свои проявления в этих десяти ударах, а потом при переходе моря, а потом окончательно уже на горе Синай. Но что для нас означает, что Бог обещал и выполнил передачи знаний? Как это касается нас? Хочешь – знай, хочешь – не знай. Но для нас это означает, что Бог, что это заповедь, что нам заповедано знать. И не только, что Бог есть, а и во всех деталях Его проявления. И мы вспоминаем, что именно об этом сказано в первой из десяти заповедей. «Анухи, ашем, алокеха!» – звучал голос Бога со всех сторон повсюду для стоящих под горой Синай. «Я Бог всесильный Твой!» И пишет Рамбам в «Законе знаний», что в этих словах заключается заповедь знать, что есть изначальный сущий, и что он осуществляет все существующее, и все существа на небе и на земле, а также между ними, существуют исключительно в силу истинности его существования. И эта заповедь знать является основой основ и столпом мудрости. Авелинский Гаон в комментарии к Шири-Ширим, царя Шлома, пишет, что эта заповедь является корнем для всех повелевающих заповедей. «Знать, а вторая из десяти, да не будет у тебя божественных перед моим лицом, основа и корень всех запрещающих заповедей». Так вот, эти знания, полученные нашими праотцами при выходе из Египта, при переходе моря, были усилены на горе Синай, когда все три миллиона человек и среди них шестьсот тысяч взрослых мужчин сами слышали первые две заповеди, их души отлетали на первое и возвращались на второе то же самое. И там, куда они отлетали, они видели истину, видели истинное устройство мира. И поэтому в силу полученной полноты знания о Боге, то поколение называется «Дордеа» – поколение знания. И все это глубокое знание Бога, знание истины, было потом усилено и систематизировано Торой, письменной, устной и тайной, в цельном комплекте, полученной от Бога для нас по нашей просьбе, самим самым великим из пророков Машерабейн. И затем все это знание передавалось от отца к сыну. И происходило это на протяжении всей нашей истории. Каждое поколение стремилось выполнить эту заповедь, знать и привить своим детям стремление выполнять все заповеди, и эту заповедь в первую очередь. И в результате мы, наш народ, обладает стройной, целостной системой знаний о Боге. Такими знаниями не обладает более ни один народ в мире. И задача, и заповедь каждого еврея сделать эти знания своим достоянием. Именно поэтому наши взаимоотношения с Богом не ограничиваются понятием вера. Вера присутствует только на начальном этапе получения информации. На каждом уровне, но на начальном ее этапе. Так ребенок сначала верит в то, что ему рассказывают о Боге папа и мама. Но потом он идет в хедер и начинает изучать книги. И вера постепенно переходит в знания. И еще долго он будет что-то принимать на веру. Но так как есть заповедь, то он, уже юноша, идет и получает дальше базовое знание о Боге в Вишиве. И каждый взрослый мужчина должен уже сказать, не просто я верю, а гордо заявлять, я знаю. Я знаю, что есть Бог. Я знаю, что Он творил миры и наш нижний материальный мир. Я знаю, какие принципы вложены Создателем в мироздание. Я знаю, как Он творил человека. Я знаю, как Он управляет человечеством. И я знаю, как Он надзирает над еврейским народом и над каждым евреем. Ашгаха клалит и ашгаха против. Но познание Бога как заповедь, хоть и самоценно, но не является самоцелью. Оно ведет к цели. Оно само ведет к сближению с Богом и также является корнем второй составляющей процесса сближения с Богом, выполнения Его боли. И вот это уже главное. Мы получаем знания и копаемся в смыслах лишь для одного – укрепиться в соблюдении воли Бога. Потому что познание Бога и выполнение Его воли – это две составляющих одной двоединой цели – достижения близости с Ним. И чтобы уже совсем выйти на основной замысел Бога в творении, близости подобия с Ним нужны нам для того, чтобы дать Богу возможность передать нам максимум от своего добра и блага. И с другой стороны, тут мы вышли и на наш кровный интерес – жить лучше уже в этом мире. И поэтому браха нам всем и от слоха, благословения и успеха на этом нелегком пути. Остаемся и дальше в поисках смысла.